К нам присоединяется депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин и ведущий ютуб-канала Рашкин Репорт. Юрий, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Всегда рад и слава Украине. Героям слава. Призывать спикера Джонсона поставить все-таки этот злополучный законопроект на голосование, он будет практически в лицо этому спикеру Джонсона. Какие слова нужно найти? Найдутся ли они? Чего вы ожидаете от этой речи Байдена в Конгрессе? Я вспоминаю речь Рейгана, кажется, в Западном Берлине, естественно, когда он сказал «Мистер Горбачев, tear down this wall». Господин Горбачев, снимите, уничтожьте эту стену. И в каком-то смысле нечто подобное может сделать сегодня президент Байден, сделая такое же заявление, которое может иметь подобный же эффект в том смысле, что стена рухнет, но не в тот же момент, когда будет произнесена эта речь. Потому что спикер Джонсон не зависит от слов. Мы это видим очень четко, потому что он сам использует невероятно правильные слова. Он сейчас даже пытается его здесь поймать, потому что он никак не признается, что эмбрионы – это тоже дети, что стало, кажется, официальной позицией республиканской партии. И он теперь, когда его говорят, а как вы думаете, что же такое эмбрион? Он говорит, это важный вопрос, который нам нужно очень серьезно обдумать. Поэтому это осторожный человек, который не будет делать таких неправильных заявлений, в отличие от своего босса Дональда Трампа. Но просто он будет продолжать тянуть все, что возможно, чтобы затянуть помощь Украине, голосование Украине. А то, что президент сегодня будет использовать свою, как говорится, «ball and pulpit», то есть как бы свою площадку, которая у него есть, в этом смысле, как бы ни были шансы у Дональда Трампа выиграть на выборах или проиграть, я бы все-таки предпочел быть на месте президента Соединенных Штатов, выдавать сегодня эту речь, чем быть человеком, который в прошлом был президентом и сейчас хотел бы попасть туда-обратно. И президент – это у него большая программная речь, это его ежегодное послание, которое он сделает. И он, конечно, будет говорить и про надежду, в которую нам нужно верить, и про то, что наше великое будущее впереди. Это, кстати, казалось бы, такими штампами, но, с другой стороны, когда мы смотрим на то, что говорит Трамп, про его очень темное видение будущего, когда он вообще называет Америку страной третьего мира, что просто вот этот возврат к такому рейгановскому «мы город на холме» – это то, что сейчас, мне кажется, очень эффективно будет задействовать Байден, который будет говорить про свободу. Свобода – это такое, знаете, очень, с одной стороны, обтекаемое слово, которое можно наполнить любым смыслом, но это, тем не менее, слово, которое могут поддержать и демократы, и республиканцы. И вот тут задача найти такие концепции, которые могут привести к тому, чтобы самое удачное, самое успешное выступление такого типа – это когда и демократы, и республиканцы встают, аплодируя. Это означает, что вы сказали что-то, что сработало на высоком уровне, и на левых, так сказать, и на правых, и они встали. И при этом за всем этим будет цирком наблюдать Дональд Трамп, который будет смотреть, кто встал, кто не встал, кто поаплодировал Митч Макконнеллу, который теперь, значит, отказывается от своей позиции практически, как лидер республиканцев в Сенате, когда его поблагодарят за его деятельность, кто встанет, кто не встанет, что произойдет. Поэтому вот такие, в этом смысле театр – важная часть. И когда президент Байден сделает заявление, расскажет о героическом украинском народе, и покажет на трибуну, где, по идее, должна сидеть Елена Зеленская, а ее там нет, вот это мне как-то очень печально, потому что мне кажется, что это невероятное… Ну как? Нужно помогать себе, помогать себе, как сказать, не вредить себе. А тот факт, что там, возможно, не будет Елены Зеленской, мне кажется, является минусом. Но в любом случае, дело не в человеке, дело в том, что Украине нужно помогать, и я уверен, что президентские спичрайтеры напишут ему прекрасные истории, когда люди будут, ну, не республиканцы, но демократы будут слезиться и вспоминать о том, что, так сказать, о человеческих ценностях, и вот будут регулярно показывать на людей, на публике, это часть этого выступления. Вообще-то это прекрасно, потому что мы узнаем многое о том, что президент хочет, потому что президенту нужно показать, что он не просто пожилой джентльмен, но у него есть программа на будущее, в отличие от его соперника. И тут у Байдена много предложений от того, чтобы давать людям деньги на покупку дома, до того, чтобы больше было этих кукурузных чипсов в пакете, потому что берут, значит, плюшки любят, а корицу жалеют. В общем, у него масса больших и маленьких предложений, не только связанных с Украиной, но которые должны каким-то образом напомнить, что он заслуживает переизбрания. Это один вечер, когда он не будет говорить о том, как ужасен его соперник, а может спокойно рассказать о том, как прекрасен он, его администрация и его видение будущей нашей страны. Хорошо, давайте отличимся все-таки от избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Вернемся к военной помощи в Украине, потому что о ней, мы думаем сегодня в первую очередь, все-таки, кроме слов у Байдена, какой-то еще функционал на сегодняшний день остается для оказания военной помощи стране, которая ведет войну. В общем-то, честно говоря, нет, потому что здесь инструменты, золотой ключик здесь у спикера Джонсона, или, по крайней мере, у палаты представителей. Почему мы обсуждаем discharge petition, почему нужно собрать 218 подписей, потому что если законопроект не рассматривается, то если набрать большое количество 218, то тогда он будет рассматриваться, что бы ни хотел этот Буратино с этим золотым ключиком под названием Майк Джонсон. Потому что президент может сделать ограниченное, у него есть большая власть, и это Америка невероятно великая страна, но контроль над кошельком у Конгресса, и пока Конгресс, поэтому президент может попытаться создать больше давления общественного на то, чтобы в палате представителей больше людей побыстрее подписали эту петицию, а не поставили ее на голосование, но он не может заставить, он не может распустить Конгресс, он не может потребовать, он может потребовать, но он не может заставить это произойти. Все-таки законопорядок означает, что у нас есть разделение власти, и здесь ответственность за то, чтобы решить эту проблему, лежит на спикере, на это его решение, потому что он может поставить это на голосование в любой момент. Но мы, как видим сейчас, для мага-республиканцев, для Трампа задача это обескровить Украину, это не давать Украине помощь сейчас, чтобы тогда, когда если по плану Трампа он приходит к власти, то он может сказать, смотри, Украина, у тебя такая слабая позиция, у тебя и так уже нет оружия, а ну-ка быстро договаривайся с Путиным, дай ему все, что он хочет, и тогда Украина будет в более слабой позиции за столом переговоров, про которые мы так долго говорил Блинкин. Поэтому ситуация здесь очень четкая и понятная, и нужно этому противостоять, и нужно, чтобы эти конгрессмены поняли, что у них будут последствия на выборах, если они проголосуют, если они не проголосуют за помощь Украине и нашей границе. Тут тоже есть интересный важный момент, что это, конечно, можно сказать, что это связано с выборами, но это тоже вопрос нашей национальной безопасности. Американцы требуют, чтобы проблема границы была решена, а Дональд Трамп отказывается ее решать. Сейчас помощь Украине связана, возможно, с решением нашего кризиса на границе, потому что, когда проблемы не решаются, а список растет, то все это становится таким невероятным клубком, а когда это все затягивается и затягивается, то в результате страдает авторитет и репутация страны. Скажите, пожалуйста, Юрий, какое влияние оказывает или может оказать на выборы Илон Маск? Известно, что в воскресенье кандидат Трамп с ним встречался, по крайней мере, американская пресса сообщает, что Трамп хотел найти поддержку у Маска, и не в последнюю очередь, денежную поддержку. Что вы об этом знаете? С тех пор Илон Маск сделал вроде бы официальное сообщение на своей собственной платформе, что он не будет финансово напрямую помогать, кажется, ни одному из кандидатов или ни Трампу и Байдену. Но, в общем, какие-то вопросы, на какие-то вопросы он ответил, хотя, конечно, остается много вопросов по поводу того, что разными способами, которые он может помочь тому кандидату, который ему нравится, и мы знаем, что ему не нравится Байден, и что он хочет от Байдена избавиться. У Илона Маска есть много инструментов, у него своя соцсеть, он может не показывать определенные посты, и он может очень серьезно просто таким образом повлиять на выборы или, по крайней мере, попытаться. Но это очень опасные решения, уже против него сейчас Конгресс ведет расследование, начинает расследование по поводу того, что Россия имела доступ к Старлинкам, так что у Илона Маска есть определенные несогласия и проблемы, и залезать глубже в политику для него было бы просто ошибкой. Но если посмотреть на это с точки зрения Дональда Трампа, и это печально, какой шлюшкой оказался Дональд Фредович, который готов свою репутацию и все что угодно, он отдаст любому за полмиллиарда долларов, потому что ему нужно... Ну, правда, еще хорошо было бы собрать 2-3 миллиарда на избирательную кампанию, и тут я даже не знаю, если Илон Маск может его спасти, но все дедушки и бабушки, на которых он так долго зависел, которые посылали ему 5, 10, 15, 20 долларов, они не потянут те миллиарды, которые ему будут нужны. Поэтому помощь нужна. Илон Маск вроде бы в открытую отказывается, так что, может быть, только в скрытую как-то поможет. Но я жду, когда наши ФБР или кто-нибудь там, кому это полагается, возьмут Трампа или кого-то из его людей с поличным, получая какой-нибудь чемодан денег из России. Это просто, знаете, они настолько в таком отчаянном положении. А для Путина не важно, если Трамп должен полмиллиарда. Он что, выйдет из компании? Нет. Он что, перестанет быть агентом хаоса? Нет. Он что, будет менее разрушителен? Абсолютно нет. Поэтому даже не нужно Трампу помогать. А то, что ему сейчас нужны большие деньги на избирательную кампанию, это было бы хорошо, если бы он традиционно, знаете, брал деньги и тратил их на избирательную кампанию. А он тратит их на адвокатов. Вы знаете, наверное, после результатов супервторника, которые оказались суперрезультатами как для Байдена, так и для Трампа, у них, как у кандидатов, наверняка уже дефицита в спонсорах не будет наблюдаться, скорее всего. Спасибо огромное. Юрий Рашкин, американский политик, ведущий YouTube-канала «Рашкин Репорт», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.